МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. Об основных событиях пятницы вам расскажут наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в программе. Секрет семейного счастья в Чувашии наградили победителей конкурса «Семья года». Информационные технологии в помощь. Пенсионный фонд внедряет современные средства в работе с инвалидами. Просто дети. В Национальном музее открылась выставка фотографий. 28 семей стали участниками финального республиканского конкурса «Семья года», который прошел сегодня в Чебоксарах. Поздравить победителей конкурса приехал глава Чувашии. В чем секрет семейного счастья, узнавала наша съемочная группа. Семья Адюковых из Яльчикского района воспитывает троих дочерей. Выход в финал республиканского конкурса и победа для них – большая честь. Александр и любовь учителя. По словам супругов, секрет успеха их семьи – целеустремленность, успешная работа и интересный досуг. В выходные и праздничные дни обычно мы с семьей отдыхаем, выходим на природу. Обычно в зимнее время катаемся на лыжах, летом на природу, на рыбалку ездим. Нам нравится, особенно нравится ходить пешком, пешком на рыбалку. И в вечернее время мы тоже занимаемся спортом, бегаем, отдыхаем. Вместе с детьми посещаем бассейн, районный бассейн и различные спортивные секции. В конкурсе «Семья года» нужно было показать свои таланты в пяти номинациях. Были и отдельные состязания, и для семей, которые усыновили детей. Сейчас в Чувашии уделяется большое внимание материнству и детству. Многодетным семьям выплачивается материнский капитал. В республике сокращается очередь в детские сады. Для многодетных семей, где пять и более детей на безвозмездной основе выделяем социальные выплаты для приобретения и строительства жилья, это тоже в бюджете есть. Для детей-сирот, для детей с ограниченными возможностями выделяем дополнительные средства. Одноразовые такие социальные выплаты в размере 300 тысяч рублей, где ребенок с определенными ограниченными возможностями выделяет 375 тысяч рублей. Хотя многим родителям не важны суммы и деньги. Для того, чтобы семья была счастливой, важно просто любить своих детей. Дмитрий Точилов, Михаил Дементьев, Андрей Шоклев, Республика. Консультации через скайп, общение через электронную приемную, выезды на дом мобильной клиентской службы. Так специалисты пенсионного фонда работают с людьми с ограниченными возможностями. Это лишь малая толика дел в копилке информационного марафона, запущенного фондом накануне прошлого Международного дня инвалидов. Целый год специалисты рассказывали им о новых услугах, помогали защищать свои права, а сегодня подвели итоги информационного марафона. Для чебоксарца Гая Закурякова интернет – окно в мир, помогает общаться и получать информацию. ГАЭ с детства ограничен в возможностях. Он охотно пользуется видеосвязью сейчас с отделением пенсионного фонда в Чувашии. Отказавшись от соцпакета в пользу денег, молодой человек интересуется, сколько составят ежемесячные денежные выплаты. Да, действительно у нас зарегистрирован ваш отказ от полного набора социальных услуг на 2014 год. Стоимость соцпакета у нас в настоящее время для всех категорий федеральных льготников, в том числе и для вас, составляет 839 рублей 65 копеек. Консультации по скайпу отделение ведется этого года, а новые услуги рассказывают во время информационного марафона. Специалисты выходят на связь по будням с часу до четырех дня. С начала года мы проконсультировали по видеосвязи 75 человек. У нас уже появились постоянные клиенты. Многие оценили преимущество такого консультирования, при котором есть прямая связь со специалистом и можно решить вопросы, не выходя из дома. Альтернатива тронная приемная, она на сайте пенсионного фонда или мобильная клиентская служба, которая выезжает на дом. Есть еще телефоны горячих линий, консультационные пункты на базе общественных организаций инвалидов. В ходе марафона задействованы все каналы связи. Специалисты информируют и об увеличении и индексации пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы. Сейчас они получают 8 861 рубль. И о ежемесячных компенсационных выплатах их родителям и опекунам в 5 500 рублей и о многом другом. С учетом всех выплат, в среднем инвалид у нас получает в республике 10 588, это еще можно сказать 10 600 рублей. Инвалиды следствия военной травмы со всеми выплатами почти получают 29 100 рублей. Участники Великой Отечественной войны, имеющие инвалидность, получают более 30 тысяч. Поэтому я считаю, что в части, касающейся повышения уровня материального обеспечения, максимально проводятся мероприятия в целом на уровне государства. И вот, кроме того же, вы же знаете, инвалиды еще получают из республиканского бюджета компенсацию на ежемесячные выплаты на коммунальные услуги. Между тем, помещение фонда адаптируют под людей с ограниченными возможностями, расширяют дверные проемы, приспосабливают санузлы, устанавливают лестничные подъемники. В планах автоматические. Дооборудование зданий продолжится, заверяют в фонде. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. Солдат по осени считают. До окончания призывной осенней кампании еще месяц. Однако работа с теми, кому предстоит защищать родину, начинается еще до того, как они пополнят ряды вооруженных сил России. А с дембелем не заканчивается. В Чувашии такая работа налажена лучше всего. Наш регион выиграл конкурс на лучшую организацию воинского учета в России. Защитники родины – это не только те, кто стоит в строю. Помимо армии, у страны есть и другие ресурсы. Это призывники и военно-обязанные. Для работы с ними в России существует воинский учет. Понятие воинский учет подразумевает под собой. Это начинается с постановки на воинский учет, когда молодому человеку исполняется 17 лет. И мы его ставим на воинский учет, он проходит медицинскую комиссию. Мы смотрим его годность, определяем, куда и как он пойдет служить. И заканчивается тогда, когда мы, уже будучи пенсионерами, становятся у нас на воинский учет, когда увольняются люди. То есть это очень объемная и многогранная работа, которым занимается большое количество людей не только в самом военкомате республики, но и в районах. Со всеми этими задачами наш регион справляется на ура. А в конкурсе на лучшую организацию воинского учета Чувашия обошла сначала соперников из Центрального военного округа, а затем стала первой по России. Поздравить победителей приехал начальник Организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа. Первый результат кропотливой работы совместной. Поэтому очень приятно. По таким поводам приходится встречаться. Впрочем, победившему региону положено не просто поздравление. Теперь в Чувашии будет храниться бымпел министра обороны России. Все как на ладони, но в современной версии, как на мониторе компьютера. Информацию о том, чем занимается правительство Чувашской республики, теперь можно получить одним кликом мышки. На интернет-портале органов государственной власти появился новый раздел «Открытые данные». На что тратятся средства из республиканской казны, какая экологическая ситуация на данный момент в регионе, что с уровнем преступности. Еще в 2009 году в России вышел федеральный закон, который призван обеспечить всем неравнодушным гражданам доступ к информации о том, чем занимается правительство и что вообще происходит на местах. Всем регионам рекомендовали создать портал открытых данных. Сейчас в Чувашии завершается работа над его созданием. Информацию, которую планируют там разместить, можно было и раньше найти на сайте органов власти Чувашии. Однако теперь все станет намного проще и удобнее, обещают в Мининформполитике. Данные соберут в одном месте и структурируют. Кстати, для удобства предусмотрели и следующий момент. Наш портал открытых данных, что является вот такой фишкой, он синтегрирован с геопорталом. Мы, зайдя на наш портал открытых данных, допустим, выбрав центр занятости, допустим, Батаревского района, мы нажимаем на кнопку и видим уже на карте этот центр и уже адрес, и как проехать. И мы уже, ну как карта Яндекса, существует точно так же на нашем портале открытых данных. Это является нашей фишкой. И пока вот, ну, может у кого-то есть, но пока мы идем вот по этой части в передовиках. Сейчас портал заполняется информацией. В полную силу он должен заработать уже в конце декабря. В Чебоксарском районе на трассе М7 произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. Автобус ехал из Москвы в Чебоксары. В результате вчерашнего происшествия пострадали 9 пассажиров автобуса, которые были доставлены в БСМП города Чебоксары. И после оказания медицинской помощи один человек был госпитализирован. Остальным назначено амбулаторное лечение. Предположительно, в ДТП виноват водитель грузового автомобиля «Вольво». Он нарушил дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2112. Водитель автобуса тоже провинился. Он не соблюдал дистанцию и не успел вовремя затормозить. Ведется расследование. В связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега резко возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. В связи с чем, госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Ведь в гололед слишком большой дистанции между автомобилями не бывает. Преступность в общественных местах и молодежный экстремизм обсуждали сегодня в Доме правительства на координационном совещании. За порядком в республике следят 9 тысяч видеокамер. Изображения с 300 из них выведены в дежурные части территориальных органов МВД. Как это помогает справляться с преступностью – в нашем репортаже. Глава ЧВШ подчеркнул, что вопросы обеспечения правопорядка в общественных местах должны решаться не только на федеральном и республиканском, но и на местном уровне. Развертывание комплексов «Безопасный город» дало положительные результаты. За 10 месяцев текущего года с использованием технических средств раскрыто 82 преступления и выявлено более тысячи административных правонарушений. Как итог принятых мер, групповых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено. Подводя итоги прошедшего периода, мы отмечаем, что результатом принятых мер является сокращение количества противоправных деяний, совершенных в общественных местах на 14%, уличных преступлений на 20%. Главы муниципалитетов с доводами согласились. В некоторых районах средства из бюджета уже выделены и есть результаты. На 350 тысяч рублей заложили по программе «Безопасный город». Установили нормальные в виде камеры с шахазанским, сельским поселением, которые используются, которые бюджетную эффективность получили еще. Мы их тоже направляем на приобретение этих камер. Заслушали на совещании доклад о профилактике экстремизма на территории Чувашии. В целом в республике стабильная обстановка. За 10 месяцев выявлено 10 преступлений экстремистской направленности. Большинство из них – это размещение в сети интернет материалов, разжигающих межнациональную рознь. В городских округах, прежде всего, конечно, нам надо следить, смотреть, где эти проявления или факты могут проявиться. Владея оперативной информацией, своевременно должны нас сообщать, чтобы уже специалисты на профессиональном уровне могли проводить соответствующую оперативную работу. Сейчас в республике проживают 11 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, или 0,85% от местного населения. Из почти 12 тысяч преступлений, зарегистрированных в 2013 году, 75 совершено приезжими. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. О противодействии экстремизму говорили на заседании антинаркотической комиссии. В октябре-ноябре Роскомнадзор мониторил интернет-пространство, после чего на некоторых провайдеров подали в суд из-за неблокирования экстремистских материалов в сети. Таких исков уже 9. Что касается школ, то доступ к интернету проходит через единую образовательную сеть. Она оснащена фильтрами, которые блокируют сайты экстремистского характера, сообщила заместитель министра образования Чуваши Светлана Петрова. За интернет-пространством наблюдает и одна общественная организация. Она выявляет интернет-сайты, распространяющие противоправный контент. Но не все так гладко. Есть проблемы. У большинства школьников компьютеры дома и смартфоны с выходом в интернет. Нужно подключать родителей, больше информировать их, прозвучало на совещании. Между тем, Роскомнадзор. Служба государственного надзора за связью в Российской Федерации отмечает 20 лет со дня основания. Роскомнадзор контролирует работу средств массовой информации, компаний, которые предоставляют услуги связи интернета, а также следит за соблюдением законодательства Российской Федерации в области персональных данных. С недавних пор управление ведет учет сайтов, которые могут нанести вред детям. Такие интернет-ресурсы включают в реестр и блокируют. В функции Роскомнадзора входит также регистрация средств массовой информации. Сегодня в управлении прошло торжественное собрание, на котором подвели итоги работы и наградили лучших сотрудников. Многие жители нашей страны могут вспомнить, что за эти 20 лет действительно произошли большие качественные скачки в оказании услуг связи на территории Российской Федерации. В эти дни мы рассматриваем новые направления деятельности, в отношении которых будет развиваться служба надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Как я уже говорила, широкое внедрение интернета в нашу жизнь будет как раз являться основным источником надзора нашей службы. Сегодня на мусульманских ресурсах появилась информация о снятии с поста Муфтия Чуваши Альбира Кырганова. Как следует из релиза, решение было принято на расширенном заседании руководства Центрального духовного управления мусульман России, прошедшем 19 ноября в городе Болгар, под председательством Талгата Таджудина. Расширенный Меджлиз принял решение осудить деятельность Альбира Кырганова, которая, по их мнению, наносит вред единству и целостности структуры старейшего духовного центра мусульман страны. Меджлиз рекомендовал Верховному Муфтию издать указ о снятии Кырганова с должности председателя Республиканского духовного управления мусульман с лишением духовного сана Муфтий. В эти минуты в Чувашском государственном академическом драматическом театре идет премьера спектакля «Мунчакуне» «День очищения» по пьесе Арсения Тарасова. Действия происходят в наше время в одной из чувашских деревень. К матери в деревню приезжают сыновья – Виталий, капитан-офицер российской армии, и Георгий, занимающий высокий пост. Казалось бы, матери остается лишь радоваться счастью и карьере детей. Но, увы, оказывается, что мать им мешает спокойно жить. Режиссер, установщик Валерий Яковлев. Современная жизнь построила, разделила поколение людей. И вот ищут себя и пытаются, не спектакль, он пытается как-то их очистить, прийти через страдание драмы, может быть, к очищению и смягчению души. Это какая-то своеобразная библейская тема. Через страдание, через очищение идет возрождение души. Герой следующего сюжета уже далеко не маленький мальчик, но ощущение детства он сумел сохранить и будучи взрослым. Мало того, он с удовольствием делится им с другими. С тех пор, как эта девочка с глазами болливудской звезды посмотрела в объектив фотоаппарата Ильи Степанова, прошло уже почти шесть лет. Это была обычная остановка. Мы ехали, так скажем, перед горем Гималаев на джипе, на каком-то таком раздолбанном джипе, так скажем, да. Остановились покушать, даже, может быть, не покушать, просто остановились отдохнуть. А девчонка, она ходила между машинами и просто просила милости. То есть это обычная нищенка, да. И вот я, честно говоря, с тех пор жалею, что я ей даже ни копеечки не дал. Ну, у меня есть какой-то такой принцип, что я никогда денег не даю тем, кого снимаю. Я считаю, это как бы... Ну, я на них денег не зарабатываю. Где обладательница этих кари глаз сейчас, чем занимается, неизвестно. Но тогда она была просто ребенком. Просто дети. Так звучит тема нынешней выставки. Большинство кадров автор привез из Южной Азии. Дети, они не имеют такого опыта, как взрослые, да. То есть они еще не обросли всеми теми проблемами, которые потом со временем возникают у каждого взрослого. Поэтому, несмотря на все сложности, которыми их встречает жизнь, то есть у кого-то не обустроен быт, у кого-то, может быть, родителей нет, кто-то там живет в монастыре, кто-то бездомный живет на улице, ворует в поездах. Но, тем не менее, они дети, остаются детьми. Увидеть пойманный автором моменты детства можно в Национальном музее. Выставка будет работать до 27 декабря. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарах завтра откроется международный форум редких и самобытных этнических групп и исполнителей на старинных и аутентичных инструментах истоки. Основная идея форума – поиск и демонстрация новых современных подходов развития региональной культуры. В форуме примут участие инструментально-этнические коллективы и группы, солисты и исполнители на редких, старинных и аутентичных инструментах без ограничения возрасти. Будет только живое исполнение. Концертные программы пройдут во Дворце культуры ЧГУ 30 ноября и 1-2 декабря. Национальное телевидение готовит телеверсию гала-концерта. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Пано, с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова